ну и теперь самое вкусное завершающий матч дня одна из четырех встреч запланированных на воскресенье на 12 июля 2020 года финал в мужской сетки он фрешуков стояновский кромаренко и соответственно еще раз вернемся к вопросу более или менее очевидному о том что номинально вторая пара сборной россии семена флешуков здесь выступает в своем самом что она есть боевом составе но по олег стояновский действующий чемпион мира действующий победитель финального этапа мирового тура здесь ситуативно сотрудничает с александром кромаренко и у них для российских соревнований это важно важно для российского старта двойное соответственно клубное представительство потому что стояновский соответственно как представлял так и представляет по-прежнему на клубном уровне новоуренгойский факел ну а кромаренко соответственно фрбв цоп фонд развития пляжного волейбола центра олимпийской подготовки данный клуб скрывается за пятой несколько тяжеловесной аббревиатурой ну и в итоге у нас в финале встретились тех кого мы здесь логично и ждали здесь никаких сенсаций ничего неожиданного не произошло представление судей судьи на вышке и второго судьи этого матча павел ремезов которого в качестве первого судьи обслужил у нас сегодня первую встречу этого игрового дня соответственно первый матч за бронзу в мужской сетке на данный момент остается на повестке дня всего лишь один вопрос кому достанется первое место у мужчин на этом турнире кому бронза кому серебро обладателя формально бронзовые награды этих соревнований мы уже знаем здесь по медалях мы говорим минут неким формальным образом потому что как таковые медали на этапах не вручается медали у нас включается на финале чемпионата в россии но в любом случае такая некая добрая традиция некий штамп привязывать к первому второму третьему месту золото-сребро-бронзу нет наверное никакого нарушение и волейбольный клуб подмосковье представляют эти парни илья лишуков который большую часть вот этой вот самой самоизоляции провела себя под екатеринбургом насколько я знаю где в частности в рамках само подготовки на самоизоляции на участке в том числе как сам рассказывал успел насыпать мало списка и поставить сетку для того чтобы ну где-то поработать и с мечом по встановке насколько это возможно приближенный к боевой понятное дело что они здесь выступают в паре в рамках которой сотрудничество для них является уже абсолютно привычным в которой они добились определенного успеха вплоть до серебряных медалей на чемпионате европы дуэт надежный дуэт скатанный безусловно один из сильнейших в россии и регулярно навязывающий борьбу стояновскому в паре с красильниковым здесь вспомним две встречи в первую очередь если каким-то событием относительно недавним обращаться да это матчи решающие на финальном этапе чемпионата россии и в финале кубка россии анапа сочи соответственно игры эти в течение двух уикендов проходили проходили в достаточно напряженной борьбе в обоих случаях тогда стояновский в паре с красильниковым выигрывал со счетом 2-0 но только лишь одна из этих партий была заявным преимуществом взята действующими чемпионами мира в остальных трех борьба была очень очень напряженной равной так как это в общем и соответствует статусу встреч дуэтов которые более или менее близки по уровню друг другу составка на то что все-таки исходя из тех титулов которые взяты были стояновскими красильниковым в прошлом сезоне мы в этом самом противостоянии ставку делаем все же в первую очередь на его пару говоря о фаворитах а здесь необходимо учитывать то что по причинам которые я похоже трансляцию уже обозначал красильникова нету и ситуативно стояновский находится в паре с александром кромаренко получается у них в общем так как надо если принимать во внимание уровень оппонирования на этом турнире но здесь уже в силу того что партнера основного нет пожалуй исходим из того что больше шансов на победу в этом финале у семенова с лишуковым буду это где никаких замен нет у пары достаточно скатан и по предварительным планам кстати если говорить о том чтобы будем надеяться увидеть увидим в ближайшем будущем все лучшие силы мужской сетки ребята на тех или иных соревнованиях представляющие сборной россии должны у нас собраться мы надеемся на этом начале августа на этапе в санкт-петербурге тут еще учитываем отсутствие на этих непосредственно соревнованиях кроме красильникова о котором сказано неоднократно еще допустим лямины и мыськин вот там надо думать в санкт-петербурге и стояновский с красильниковым уже будет опять же мы все время делаем оговорку исходя из того что мало ли что хочется верить что актуальный данный момент календарь будет действительно действующим и мы ему будем следовать в дальнейшем без изменений очень хотелось мощная подача что отнюдь не является внезапным и неожиданным в той ситуации когда речь идет о подаче олега стояновского одного из сильнейших блокирующих в принципе всего мирового пляжного волейбола кстати тут в этом отношении в относительно относительно недавнем сказать что прям свежим интервью для сайта международной федерации волейбола стояновский так в разговоре лучших блокирующих мирового пляжного волейбола о себе так скромно умолчал как и полагается джентльмена назвал целый ряд фамилий в которых ну там кроме мола алисона что более или менее стандартно включил в том числе максимально любезно и семенова если говорить о нашем что называется пляжный волейбольном рынке и об игроках этого амплуа то это безусловно его основной конкурент борьбе за статус сильнейшего российского блокирующего 75 до дождь явно соберется где-то попозже к вечеру но все шансы у нас спокойно доиграть эту встречу явно будут даже еще вот кое-где порой в окрестностях ленинградского шоссе здесь на водном стадионе солнце появляется аут 85 очко этот остается семёнову ну и соответственно лишукову продолжите подавать нормально с приемом и с передачей тоже окей а тут сеанс обмена любезностями матч проходит более-менее расслабленной атмосфере кроме того парни все-таки регулярно привыкли стручатся друг с другом по разные стороны сетки вот лишнего напряжения нет его подача хороша была конечно попади сейчас проблемы с приемом были бы критические так из 4 что тут у семёнова конечно шансы и остаются на блоге но такой момент проблемы с игрой на сетке против стояновского возникает более или менее у кого угодно мировом пляжном волейболе на уровне там какой угодно элит семёнову под атаку очень хорошо в ходовом вылавливает мяч сейчас кормаренко повторить на этот раз уже лишуков и вот на этот раз как раз олег на высоте 9 10 преимущество в один брейковый мяч остается за пляжниками которые представляют подмосковье и розыгрыш следующего мяча последний перед техническим таймаутом после этого небольшая штатная пауза у нас ну вот после чего отправились ненадолго отдыхать да напоминаю что у нас семёнов с лишуковым по факту в полуфинале не играли на площадке не появлялись почему они попали в финал что называется автоматически об этом я рассказывал уже ранее здесь надо учитывать что до полуфинала счет нужно дойти и у них возникли трудности с этим на стадии второго раунда плей-офф где встреча против лихолетова и пакана очень долго продолжалась счет третьей партии говорит сам на себя 26 24 для тайбрейка счет просто заоблачный там 1 19 21 2 21 18 все плотненько и победа была далеко не гарантированно для туэта который на этом турнире посеян первым все это в принципе объяснимо потому что ну лихолетов и паканов на российский пляжный волейбол тоже не с неба упали появились ним не вчера многое они в этой игре повыдали бы повидали на всяких уровнях и внутри российском и международным во вторых нужно учитывать все таки длительное отсутствие игровой практики может приводить понятное дело на первых турнирах на фоне этого самого отсутствия игровой практики к разного рода эксцесса ну и опять же это же семена в самом интервью отмечал что или халетов и даканов это одноклубники павыка подмосковья какое-то количество спаррингов они провели перед началом этого турнира в дальнейшем непосредственно на первом турнире это вылилось и в достаточно серьезное игровое противостояние на серьезном уровне и самое главное что в конечном счете при всех этих трудностях они второй раунд проскочили теперь вот собственно они здесь там где и и положено находиться на той самой стадии соревнований на стояновке кромаренко на стадии полуфинала одолели веретюка с архиповым 21 17 21 14 и на стадии второго раунда плей-офф петербургцев куличко кислицына за счетом 2 0 21 16 21 19 там у кулички кислицына если говорить о каких-то новостях интересная история связанная со сменой клубного представительства они более не является представителями волейбольного клуба зенит санкт-петербург но это достаточно долго об этом было бы уместно говорить наверное в том случае в том случае если бы они у нас сейчас на корте находились а так что называется пунктиром обозначим и пойдем далее 15 11 семёнов на сетке включает режим бога окей с приемом порядок и здесь все может быть весьма и весьма неплохо для него в теории что называется на практике семёнова он не переигрывает 16 11 основной задел спокойно просчитал ходовое и далее шансов никаких не оставить в основной задел сделан безусловно 16 11 это много этого должно хватить для того чтобы оставить первую партию за собой поймала стариновского и крымаренко крымаренко по ходу предыдущего сезона российского сезона 2019 года в рамках своего клуба целым рядом партнеров играл на наших национальных соревнованиях успев тут тут то там выступить и с владиславом михалёвым и с юрием богатовым и сергеем прокопьевым но вот в частности не будем забывать что на финале чемпионата россии в анапе они в полуфинале были и далее соответственно матч с бронзу с прокопьевым выиграли причем важно учитывать многое меняется в зависимости от партнеров той паре крымаренко в качестве блокирующего выступал здесь понятное дело в ситуации когда играешь со стояновским роль совсем другая по определению будет отведена поскольку ты играешь паре со стояновским все расклады ясны их не очень много потому что речь идет еще раз подчеркну об одном из сильнейших блокирующих по статусу в мировом пляжном клубе со второго касания высота нормальная и чуть-чуть здесь запаздывает с реакцией на этот эпизод семенов который на необходимую высоту на блоки выйти не успевает это играет на руку олегу но все это в принципе не страшно при текущем счете для парней в желтых футболках маренко напомнила себе подачи она во первых и в конфликтную зону и по глубине все так как надо аккурат заднюю линию 13 17 это опять же все еще далеко от критических трудностей и запас прочности вполне достаточные для того чтобы продолжить спокойно действовать и играть дальше но тайм-аут они решили взять в том числе из тактических соображений кромаренко прямо сейчас попал в подачу почему бы пудру ему не взять паузу в самом деле ну да ну да вот и посмотрим немножко ноги подготовки от отчаяния будет во всю силу подавать очень даже возможно ветер в лицо под очень очень порыв сейчас сильный причем в сторону вот той половины корта на которой сейчас кромаренко состояновским находится соперником соответственно этот порыв ветра в спину бум вот это вот уже признаки надвигающегося дождя постепенно до который уже понятно рано или поздно соберется завалил у нас ограждение в том числе и шумовой микрофон трансляционный один из двух симонов 7 семенов поучаствовал в реконструкции направление ветра читается в том в том числе и по сетке хорошо старый добрый способ с моя лентой разметки победить эту проблему сильно дующего ветра это немножко прикопать в пределах разумного аккуратно середине но ни в коем случае не переусердствовать для того чтобы разметка все-таки хотя бы на большей части в протяжении этой самой лета была видна пережидаем самый сильный порыв переждать вроде бы удалось переждать что в полной мере в ближайшее время уже по всей видимости не получится потому что порывы ветра то тут-то там будут у нас достаточно сильным с этим придется мириться если самые сильные порывы устойчиво будут сюда в эту сторону то она в среднем оказывается менее выгодной долго много времени прошло и с поправкой опять же на погоду ну и на то что застоялся на серьезную подачу не решился в конечном счете александр крымаренко прямо прямо сейчас в дальнейшем с приемом и со съемом соответственно справились спокойно Семенов решил рискнуть ну во первых потому что у него в принципе достаточно мощная силовая подача не такая стабильная как хотелось бы но счет позволяет рисковать с чистой совестью сейчас все рискну все рискуют одним нужно догонять поэтому ставку на риск нужно делать у других достаточно серьезный запас поэтому при таком счете можно позволить себе сделать ставку на максимально серьезную силовую и соответственно добрать еще каких-то бонусов опа очень приятный расклад сил для семенова в противостоянии с олегом стояновским когда он оказывается в отдельно взятых розыгрышах сильнее не первый такой случай широко достаточно развел руки и в данном случае входовое все-таки выловил правый здесь против крымаренко чуть запоздал тут семенов опять же глобально это не страшно смена сторон прошла очень похоже что последние все полный порядок илья лишуков ставит точку в этой партии 21 15 чем на всем протяжении этого сета все было без каких-то явных стрессовых моментов для них до пришелся тайм-аут один на эту партию что против как бы говорит о том что были некими некоторые трудности но опять же вспомним при каком счете был взятый самый этот самый тайм-аут рекламные еще тысяч расклад сил в силу совершенно очевидных причин о которых мы уже не раз говорили совершенно ясен и тем не менее что касается кстати вот международной практике на самом серьезном уровне здесь мы имеем ввиду и стояновского красильникова непонятное дело семенова с лишоковым очень похоже на то что первый после большого перерыва серьезный международный турнир в голландии king of the court так называемый все-таки пройдет мы на это рассчитываем пока определяется постепенно состав его участников уже вот буквально на днях было подтверждено что одна из сильнейших пар мира норвежцы мол с соромом туда планирует ехать что там дальше будет ну вот соответственно будем следить за новостями в ближайшие дни в том числе и в том что касается определение состава участников это может быть и должно быть если все пойдет так как надо соответственно вот такое открытие большого международного сезона заново да поскольку он нас по сути в свое время был открыт в дохе в катере ну и тут же и тут же закрылся мгновенно половина лета у нас по существу уж минуло много всякого интересного должно было за это время произойти но не произошло поэтому сейчас мы с понятной жадностью будем следить за всем что ждет нас в ближайшем будущем это касается и календаря российского и того что ждет нас в перспективе на международном уровне пробивается кромаренко 42 ведут с брейком начале партии первый такой шажочек более или менее интересный и все интересно достаточно получается с подачей атака такая была на очень сильно отведенном мяче с середины корта практически которая понятное дело все шансы оставляла для стояновского и кромаренко побороться за все хорошее в этом самом розыгрыше но под конец семенов опять выходит победителем в микро дуэли с олегом стояновским не в первый раз уже не во второй по ходу этого матча контакт с тросом было была небольшая корректировка траектории мяча а здесь что здесь поле показывают и в общем видно 53 пока на этом небольшом преимуществе пара представляющие у нас практически сразу два пляжного волейбольных клуба выдерживаю удерживается ну вот тут уже стояновский оппонент у нас все-таки никаких шансов не оставляет прижали они немного ребят из волейбольного клуба подмосковье на данный момент своей подачей трудности несколько раз возникали логичным образом первый раз выстояли во втором случае нет 3 ход при полном отсутствии шума практически все эти внутренние команды слышится и читается достаточно легко все было реализовано в полном соответствии с этим варенка на задней линии сейчас полном порядке было и мяч поднял относительно спокойно с большим запасом и плюс тут по ситуации так получилось лишь на блоке оставался да он удобно против да он удобно куда она отбывает ветром кромаретка что соответственно облегчало задачу нападающим потому что Илюха Илюха хочет как бы хочет сам не сниматься а хочет отдать его тебе понимаешь давай сам снимай сам снимись просто валан подачи просто смотрите сейчас Олег если он пришел на планер значит будет простой уже можно договариваться про нас сразу да 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 просто у тебя такое полурешение это как бы еще сразу ну и да кроме прочего в самом начале тайм-аута услышали от Ильи что Питер мешает кто бы сомневался насколько это мощный был под порывом мы видели пока правда после того самого эксцесса небольшого в конце первой партии все таки ветровая обстановка более-менее щадящая ходовое и невзирая на то что более или менее по месту Лешуков оказывается мяч поднете за очень сильные атаки Стояновского сложные он не поднимается вот хотели борьбу в общем получили ее даже не столько борьбу сколько большое преимущество пары потерпевшие достаточно серьезное поражение по ходу первой партии вот потянулся до этого мяча Стояновский но траектория полета была такова что даже в конечном счете в минус после этого блока для него и для его партнера чуть-чуть кончиками буквально Олег сам будет попробует по крайней мере ну и тут вопросов не возникает во первых все таки не очень удобно по такому мячу было атаковать во вторых по инерции в сетку залезает прошел прошел в линию хотя не первый раз был Семенов близок к тому чтобы его выловить да вот здесь короткий кат с разворотом кисти в сторону 4 исполнен практически идеально вот тут чуть на полметра поглубже у кромаренко уже были бы шансы достать он наверно на этот технический прием реагировал в данном случае ближе к 3 со смещением относительно точки атаки по сравнению с предыдущей ситуацией когда из 4 снимался лишуков более или менее стабилизироваться им удалось аут вопросов нет не было и касания и в этом случае как и в предыдущем соответственно уже со своим съемом Олег снова по линии пытается сниматься и ошибается приблизились один мяч до технического перерыва о редкое по этой игре солнышко выглянуло поменяли принимающего в этом случае кромаренко и он же соответственно далее в развитии розыгрыша снимается успешно 12 9 и 2 в рейковых мяча преимущество остается но чуть-чуть подтянулись и свою игру стабилизировать более или менее сумели сейчас в общем то что надо и если так продолжится то все шансы в дальнейшем мотивировать и вторую партию остаются и пошли далее вторая половина партии обещает быть очень интересной с учетом того что кризис начала этого сета Семенов с Лишаковым сумели пережить чуть-чуть за но опасно было было близко с этим во многом связана и такая эмоциональная реакция Лишукова который сейчас прекрасно понимает что это он со своим партнером на грани находился вытягивает кромаренко к сетке но один из способов выйти из такой ситуации когда на очень коротком расстоянии относительно сетки оказывается принимающий это атака со второго касания противоядие во всей красе во всей его действенности нам было продемонстрировано на практике и тут же ошибка и тут же ошибка в ходовом атака очень сильная и в полной мере контроля мяча не было для того чтобы оставить его в игре уходит он далеко за боковую тут шансов уже никаких у Стояновского понятно чтобы добежать и снова еще раз и он пытался сделать это как можно более замаскированным этот самый удар сейчас потому что мы видим такой выход под передачу пока с двумя руками был и затем резкий съем он особенно с поправкой на его рост может позволить себе это таким образом замаскировать потому что ну все таки просто очень серьезная серьезная длина рук и при таких данных совсем практически без прыжка атаковать может почти с места тем не менее ошибся площадки на повторе еще раз в этом убедились ну и 13-14 невзирая на одну ошибку после технического перерыва все же наметившиеся тенденции у нас потихонечку так потихонечку получает развитие и вот уже Семену Слешкову он совсем-совсем близко что приводит к тайм-ауту который берут Стояновский из Крамаренко ну и конечно вынуждены паузы практически весь цвет вся элита я так сказал российского я так сказал я так сказал здесь все все сучились по игре все сучились по другу но это не не упустили возможность кто играть кто посмотреть кто говорить мы уже находимся в кульминационных обновениях турнира подача семен он интересно рискнет ли в этом случае непосредственно после таймаута нажать по-настоящему всерьез на силовую это не максимальная мощь оттянуть но подача была достаточно остро направлена чем какие трудности могли при таком раскладе в том что прием был на левую руку далеко в сторону вот боковую линию возникнуть у кромаренко но он справился это очень важно сейчас было подача-то было не бесперспективная не столько по силе сколько потому как остро она была направлена здесь выстояли выстоял первую очередь кромаренко не столь уж распространенный момент по ходу этой партии когда у нас в атаке семенов оказывается и просчитал его в этом случае стояновский классика пляжного волейбола с очень глубоким призером на блоке большая высота и очень круто в ходовое убрал что для него конечно сложности не представляет с точки зрения техники исполнения четко туда где был лишуков и доигровка ну а стояновский пойман в противоходе жизнь пошла так что пришлось ему ситуативно здесь по этому моменту выполнить функции защитника кромаренко соответственно был на блоке это все было в помощь лишукову рискует он на подачи рискует и семенов мы видим что более или менее методично сейчас они этой тактики следует надо догонять что поделаешь то тут то там бонусы благодаря этому они собирают благо и ошибается совсем мало рискуя постепенно все больше и больше что шансы разумеется для того чтобы дотянуться до соперника остаются в концовке этого соперник то вот один брейковый мяч 16-17 в этот раз Семенов пошел подавать и снова очень неплохо вот она подача и вот она главная ее стабильность в последних расстановках Семенов-Лешуков еще раз Семенов и каждый раз давление есть каждый раз этой подачей справляться если не труднее и труднее то не труднее и труднее то уж всякий раз непросто и тут отведенный мяч но опять же высота съема олега стояновского оставляет возможность для силового решения этого эпизода достаточно надежного хотя снова перспектива развития этого розыгрыша была далеко не безоблачной ну и тут Семенов должен сетовать только на себя он абсолютно сознательно пропускал этот мяч будучи уверенным в том что за пределы корта он идет а это отнюдь не так момент и был важнейший крымаренко как ни крути концовках обеих партий своей подачей смог напрячь конкурентов как предыдущий и что гораздо важнее в этой ну вот либо баланс либо третья партия самое самое начало этого розыгрыша бы не увидели но развитие просто понятно что произошло все это заканчивается отчаянной попыткой спасти этот мяч со стороны Семенова и соответственно партия стояновским и крымаренко выиграла партия в которой да и безусловно пришлось непросто потому что соперник нагнетал 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 постепенно давление в первую очередь за счет очень мощной подачи которая чем дальше тем больше прорезалась во второй половине партии однако сдюжили ну и кроме усилий стояновского дадим должное крымаренко который и за счет подачи и за счет съема в концовке этой партии выглядел очень прилично и уровня своего партнера на этом турнире вполне соответствует все это позволяет увидеть нам еще одну встречу в трех сетах третью из четырех запланированных календарем данного соревновательного дня вот это уже похоже на настоящую борьбу на большом самом серьезном уровне когда есть и качество игры если серьезное давление со стороны соперника и тем не менее ты выживаешь забираешь концовку класс игры и качество все-таки и те и другие сумели продемонстрировать там понятное дело за вычетом каких-то эпизодов как допустим ситуации когда семенов принимать не стал и явно ошибку допустил чуть-чуть получается здесь одного шага влево по положению в защите лишукова не хватило мяч то был в общем вполне рабочий есть какие-то претензии стороны партнеров связи с этим мы видели это на повторе 1-1 лишуков берет свое в атаке уже будет и подавать и пока вроде бы более экономно и более аккуратно с подачей с контролем но тут получается так что мяч попадает в трос везет но тут уж большая серьезная игра которые качели качаются из одной стороны в другую где-то обязательно место и для вот такого фактора везения найдется против всякого лома найдется другой лом смысле того что стояновский и семенов в теории и на практике способны продемонстрировать на подаче они друг другу более или менее равны то насколько они успешны и конкретный момент уже зависит от того или иного конкретного момента по предыдущему сету по его второй половине из больших ребят из блокирующих семенов жёг напалмом сейчас стояновский напомнил о себе в начале тайбрейка в этом смысле по месту не пошел видимо и понимал что не успевает хотя как-то вот визуально если вот с основной с точки зрения вот показа составной камеры смотреть казалось что вполне достаточно такой игры в защите для того чтобы у семенова шансы были дальше упс не с площадки ли подача и у парней представляющих волейбольный клуб подмосковье какие сомнения по этому поводу были здесь внимательно посмотрел точно без заступа рискует блога на подачи и те и другие чем дальше тем больше на этом не экономит практически мишуков на флот перешел с этим планером справились относительно спокойно в приеме в данном случае тут когда между руками проходит фактически по прямой в 6 там от защищаться можно только в том случае если ты непосредственно за блоком остался это все таки не есть нормальный вариант развития событий для защитника в пляжном волейболе поэтому вполне объяснимо что или или шоков был немножечко не там это далеко не максимум его возможности все таки подача была более или менее с контролем однако до доигровки этот эпизод они довели и возможность набрать очков в этой доигровке но теперь поскольку возникает возможность повторно выйти на подачу в этой расстановке думаю что будет рисковать более акцентированно да так и есть тут уже мощнее ну-ка и после касания все уже шансов здесь нет достать в линию сейчас вытянул далеко не самый простой мяч ли шоков молодца последний игровой отрезок в том что касается его непосредственных обязанностей был выше всяких похвал ну и семенов безусловно свои подачи давления тоже поддерживает здесь снова относительно спокойно существу можно сказать что на подачи отжался все это позволяет уверенно со второго касания атаковать стояновскому это читалось 67 широко достаточно будет в 4 и в линию не успевает комаренко лишуков красавчик сейчас катает он очень технически стабильно и достаточно разнообразно на последнем игровом отрезке в этом сете решающим это тайбрейк 15 мячей разыграно еще одна смена сторон семенов в линию с большой высоты и здесь у него шанс неплохой тут в 4 остановить кромаренко но не справляется в конечном счете восемь 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 еще одна снова семенов на приеме отжи в атаку кстати где-то на грани ошибки сейчас находился находился потому что мяч по тросу закатывал 2-3 сантиметра ниже уже могло быть всякое нехорошее но справился значит молодец и бежать далеко приходится совсем никак так ну и снова полагаю поскольку вторая попытка на подачу подряд более мощно да вполне очень надежно ну и по передаче все было хорошо со стороны кромаренко ветер к счастью не мешает в этом случае и и прям максимально надежно он под себя забивает и вот тут в этой микро дуэли стояновский выходит победителем достал поставив блок от линии и хорошо очень в варианте решения вопроса конечно были бы и шансы у него а так конечно нет ну ежели так дело пойдет то запросто может конечно дойти до игры на балансе и в предыдущий игровой день большое шоу на тайбрейке в игре в одной из игр с участием Семенова и Лешукова мы видели напоминаю что третьей партии встречи с наклубниками из ВК Подмосковья Лихолетовым у них был зафиксирован счет 26-24 в шесть и на повторе хорошо видно что Семенов на этом блоке немножко не по месту оказался успеет да и остается еще одно касание а тут как двойное зафиксировали 13-12 бились как могли но уже с того момента когда Лешуков сложнейший мяч потянул под боковой линии понятно было что дальше этот розыгрыш будет развиваться более или менее хаотично да и удастся его вытащить только за счет везения хорошо третье место у девочек Далее Владимир Надежды Макаркутова Мерцена Москва второе место все правильно продолжай дальше подождите послушали конструктивно особенно в том что касается действий Семенова в атаке против Стояновского а это мы все-таки на последнем отрезке этой партии видим достаточно часто поэтому это безусловно важно продолжение вполне возможно в дальнейшем ну вот сейчас мы видим просто подачи нету а по направлению она опять же шла именно Семенова и первую очередь удалось поймать на противоходе Лешукова здесь он в этот момент незащитной стойке находился в фазе движения сделал шаг вперед в сторону шесть далее вышел из-за блока ну и вот непосредственно в момент движения он и защищался как всегда немножко возможность контроля мяча снижает ну-ка опа явно все-таки вот и эмоции появляются да но тут эти эмоции со стороны Олега объяснимы потому что в какую-то секунду он успел отпраздновать уже победу в этом самом матче а касание это было судя по поводу кстати очень похоже на то что касание минимальное в полтора пальца что называется действительно было тайм-аут нет тайм-аут при счете 14-14 ну-ка 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 было это было точно было ну теперь что эпизод за игром поехали дальше при этом самом счете теперь мы играем минимум до 16-ти вот вот правильное завершение главного матча турнира это баланс на тайм-брейке то есть с точки зрения сюжета мы в конечном счете благодаря тому что произошло в предыдущем эпизоде получили в общем примерно то что нам надо в смысле интриги рискнет ли опять же подача более или менее с контролем хотя при этом и довольно плотная было конечно возможно и страховал здесь партнера Семенов по месту но отскок от блока все таки по динамике такой что там уж только за счет везения можно оставить мяч в игре по направлению очень хорошо ближе к 3 ближе к 3 сейчас вытягивает кромаринка этой передачей стояновский ставка играет ставка работает 15-15 подравнялись в случае удачного съема уже почти час рубинка мачбулы будут у пары представляющие волейбольный клуб подмосковье есть доигровка ходовое линия подсказ шел в последний момент атака была ходовое и Семенов именно атаку эту в ходовое направление со стороны Александра Крамаренко прочитал и остановил так как надо 16-15 вот напоминаю был их съем снова Крамаренко которого только что закрыли блоком заставляет 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 Семенова подвигаться не дают ему состояться не дают лишнего времени для того чтобы подготовить блок сейчас опять же за счет передачи в 3 приходилось Семенову смещение делать влево в центр сетки очень очень высокую степень мобильности демонстрирует здесь Лешуков и главное что за счет этой мобильности в конечном счете как мог осложнил и мяч у них остался правда снова возвращается конкурент оброн вот это вот натуральный королевский розыгрыш такие мячи в концовках таких партий конечно очень многое определяют эти вот качели когда мяч летает туда-обратно туда-обратно еще один успевал опаздывая вроде даже вот по повтору видно что тянется тянется изо всех сил для того чтобы перекрыть линию и все-таки на радость себе партнеру и на горе Крамаренко линию перекрыть Семенов успевает ну тут заслуга колоссальная в этом розыгрыше со стороны Лешукова конечно который здесь внимательно до конца до конца многократно метался по площадке без блока оставили это сыграло есть доигровка и есть матчбол который реализован 18-16 ну что победу в этом матче одерживает в итоге пара представляющая волейбольный клуб подмосковья ну ребята на постоянной основе выступающие вместе и ребята которых все-таки логично было называть фаворитами этой встречи они победу в трех сетах и забрали в игре очень тяжелый так что в конечном счете отдадим должное Олегу Ставиновскому и Александру Крамаренко Олег понятно на что сетует возвращаясь к тому самому эпизоду где все-таки на повторе то вы видели касание на блоке на мяча который ушел в аут все-таки у Семенова безусловно совсем-совсем небольшое было ну и кроме прочего в рамках достаточно яркого субтитров сюжета этого матча в котором нашлось место и балансу на тайбрейке и и спорному решению ближе к завершению этого тайбрейка нашлось место еще и для небольшого природного эксцесса Мы помним, что в процессе парни выловили такой сильный порыв ветра, что пришлось сделать небольшую паузу, потому что просто здесь начали падать рекламные щиты. Вот этот повтор еще раз возвращает нас к тому самому эпизоду и позволяет еще раз его пережить. Ну что же, дамы и господа, что у нас? Этап завершен. Всех победителей и призеров мы с вами знаем. А далее, если с календарем все у нас будет в порядке, то на данный момент, на данный момент по ситуации, на текущую минуту, этот календарь выглядит следующим образом. У нас отменены этапы в Кемерово и в прекрасном городе Касимове Рязанской области. Из того, что мы знаем прямо сейчас, у нас если все будет нормально, с 30 июля по 2 августа этап чемпионата России в Липецке, 7 и 9 августа Санкт-Петербург. Очень рассчитываем на то, что все вот с действующим на данный момент календарем и будет происходить. Ну и на этом все. Позвольте откланяться. Меня зовут Тарас Тимошенко. До встречи на пляжном волейболе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok